Сегодня мы знакомимся с наивным искусством и воспитываем характер братьев наших меньших. Идем в гости к черному лекарю и ищем смыслы в творчестве прохиндеев. Погружаемся в песчаную сказку и открываем тайны ювелирного мастерства. Вкус лето, память травы, последний этаж перед небом, синее озеро в форме очков. Названия работ Николая Молодцова так же поэтичны, как и сами полотна. Здесь все пышет цветом, который так хочется прожить и пропустить через себя. Иногда он яркий и сочный, а иногда пастельный, нежный или темный и строгий. Герои его картин – старые дома, падающие снежинки, забытые на окне предметы вроде лимона. Это эмоциональный минимализм, где ласковый наив напоминает о времени, когда мы были детьми. А контрастные пейзажи окраин возвращают нас в реальность, где есть пандемия. Работы из серии «Ангары на окружной» – это все работы, созданные исключительно благодаря тому, что раз в неделю удавалось выезжать на дачу. И вот там мимо этих ангаров по окружной ездили, я фотографировал. И потом, рассматривая эти фотографии, понял, что я могу как-то их преобразовать, стилизовать, трансформировать в такие выразительные цветовые симфонии. Я был заперт в городе, куда-то выезжать нельзя. И вот что такое город? Ну, потом все-таки меня волнуют экологические проблемы. Как-то я за этим слежу, пытаюсь каким-то образом, минимальными какими-то усилиями, ну, что-то сделать для этого. Там во дворе деревья высаживаю, ухаживаю. Его живопись – это сочетание импрессионизма, фавизма, экспрессионизма и абстракционизма начала и середины 20 века. Увидеть мир не глазами туриста и изобразить то, что не считается привычно красивым. Вот что важно, делится автор. Именно это и расширяет наши внутренние горизонты. К примеру, разглядеть старые дома, сараи и гаражи. Всего в музее имени Врубеля выставлено более 60 работ. Все они созданы за 30-летний период творчества художника с конца 1980-х по 2020-й. Это первая персональная выставка Молодцова в этих стенах. Подарок музея к юбилею художника. Сейчас он работает дома, а потому ему особенно хотелось увидеть свои работы, такие разные по характеру и цвету в большом пространстве. Копный сено, он связывает это с женским началом. Вот эти округлые плавные линии, и желтые, зеленые, как степень зрелости и так далее. Это не просто так. Куст изображен или раковина изображена, как кажется. И внешнее впечатление такое, что да, вот увиденный мотив такой простой, но взял художник и за пару минут изобразил. Вовсе нет. Потому что за этим как раз и стоит, как он сам признается, что одну работу он может писать и переписывать. И это не всегда верное впечатление о быстроте исполнения совсем. И вот когда это видишь, легкость исполнения, в то же время за этим стоит размышление художника. Он не просто кладет краску, он думает, как положить так, чтобы эта краска повлияла на свечение другой краски и так далее. Его работы сравнивают с японскими хоку, где в нескольких словах отражается глубокое чувство. Каждый цвет здесь призван пробудить ассоциации, мысли, а сам автор пытается почувствовать то, что переживает природа, город или даже предмет. И это то самое гармоничное несовершенство мира, с которым не хочется спорить. Изящные акробаты и эквилибристы, ловкие жонглеры и удивительные животные, сотни уникальных дизайнерских костюмов, современное световое и звуковое оборудование – все это в рамках нового грандиозного шоу заслуженного артиста России Геи Эрадзе. Песчаная сказка – не просто представление, а настоящий спектакль, который будет понятен каждому зрителю. Дети с интересом будут следить за приключениями главных героев, а взрослые – за историей настоящей любви. Очень много разных номеров. Воздушные гимнасты, жакеи, кстати, это единственный тоже в системе номер, не джигиты, а именно жакеи. В Росгоссилке – это единственный конный жанр, который сохранился в нашем коллективе. И очень много групповых номеров. Оригинальных номеров, которых вы давно такие жанры не видели. Почти 11 месяцев Омский цирк был закрыт для посетителей из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Но все это время артисты продюсерского центра «Королевский цирк» продолжали репетиции и оттачивали свое мастерство, чтобы снова удивлять и восхищать публику. Мне кажется, я начну волноваться. Сейчас-то я себя успокаиваю, говорю, ничего необычного, все, все как всегда. Но, скорее всего, я начну волноваться. Плюс будет необычное ощущение, что люди будут сидеть 50%, то есть они будут как-то разбросаны по залу. Это тоже будет необычно. И когда ты отработаешь и почувствуешь первый выплеск, адреналин, вот хочется это услышать и почувствовать. Я не знаю, что со мной будет. Грандиозное шоу заслуженного артиста России Гея Эрадзе не оставит равнодушным даже самых взыскательных зрителей. Главным сюрпризом программы станет уникальный, единственный в мире аттракцион с тремя бегемотами. Очутиться в сказке зрители смогут уже в ближайшие выходные. Однако на премьерные представления билеты уже раскуплены. Всем, кто хочет отправиться вместе с караваном верблюдов в самое сердце Востока, стоит поторопиться. Здесь этот зацеп куда-то пропал и стало наоборот скользко. Невозможно угадать, как соперник твой поедет. Догнал и отвалил. Ну, немного, да, переборщил со скоростью и просто вылетел. Вот и все. Начали за упокой, закончили за здравие. Третье место в командном зачете занимает команда «Аптодуша». Хорошо. Настроение всегда отлично. Место рождения Омск – прописка средневековая. Необычный гость поселился в доме художника Владимира Новикова во время всеобщей изоляции. Пока планета сидела на карантине, а ученые изобретали вакцину от коронавируса, Амич решил бороться с пандемией авангардным способом и создал фигуру черного лекаря – современную версию знаменитых чумных докторов. Я же один живу. Всегда вечерами один. Ну и думаю, надо все какой-то спутник сделать, чтобы не одному сидеть в столе. А у меня все по мистике идет. И вот эта пандемия, я думаю, это неспроста, что я начал этот объект делать, и почему-то у меня вот ночью лежу и думаю, а лекаря может сделать. Вот он уже еще в 500-х годах был, он там от чумы лечил, ходил между городами, преследует меня всю жизнь. Это мистические эти образы. Я думаю, это в помощь мне даже. Я думаю, теперь я его создал, он меня будет очень оберегать. Не только от эпидемии, но и вообще по жизни, я думаю. Мистика или нет, но антиковидная аура лекаря работает, уверяет Владимир. С апреля прошлого года – начало художественно-медицинского эксперимента, ни одной жалобы на самочувствие. Бонусом – неисчезающие вдохновения и творческий поиск. Инсталляцию собирает даже ночами. Уже не раз кардинально менял и внешность доктора, и декор стола. Основные материалы – медь, бронза и латунь. В ход идут решетки от холодильников, старые часы и фотоаппараты, сифоны и коляски. Детали ищет на блошиных рынках и в пунктах приема металлолома. Да и друзья, узнав о проекте, помогают кто чем может. Вот это вообще пищевая машинка Москва, еще 50-х годов. Начал ездить по друзьям, искать детали, мне начали даже звонить. Вот дайверы помогли в аквалангах. Когда собираешь детали, ты не знаешь, что будет. В основном полный склад набиваешь, а потом начинаешь работать. За основу брал манекен, потом взял болгарку, рубил руки, ноги, движение создавал. Потом все это сам сшил из кожи. Эту часть я набирал из фотоаппаратов, купил он фотоаппаратов, много взял. Вот сюда ушло фотоаппаратов 5-6 в ЦСР. То есть тут все движение, все работает. Этот первый арт-объект омского художника-сюрреалиста прежде были только картины. Подарок на собственный день рождения. Владимир планирует завершить работу к 25 марта и отметить праздник мистическим чаепитием с лекарем в компании друзей. С одним из них, Анатолием Коненко, даже создали творческую коллаборацию. Омский левша пообещал украсить антиковидную инсталляцию миниатюрной книгой в стилистике средневековых трактатов, чтобы черному лекарю было что читать по ночам. Все сладкоежки на этой неделе могут позволить себе немного больше. 1 февраля – Международный день десерта. Тирамису, грильяш, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, штрудель, мороженое. Отмечать праздник каждый волен на свой вкус. Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира. Некоторые обросли историями и легендами. Их нам расскажет стриттейлер и культуролог Галина Черба. Галина, здравствуйте. Признайтесь, сразу мне вы сладкоежка. Здравствуйте, признаюсь немедленно. Сто процентное. Расскажите, чем любите себя побаловать? Всем. Я люблю все новое, и поэтому, если у вас есть какой-то новый десерт, зовите меня, я без всякого сомнения его попробую. Давайте немножко в историю окунемся. Расскажите, где и когда возникла такая традиция заканчивать трапезу чем-то сладким, десертом? Вообще, в принципе, люди всегда употребляли сладкое, потому что это питательно, энергично. Это в общем приятно, потому что природа наградила нас любовью к сладкому. Редко яды бывают сладкими. Первое упоминание о том, что заканчивать трапезу сладким, да и слово десерт восходит к французскому слову убирать со стола, десервировать. И вот эта вот идея подавать после основной трапезы сладкой впервые в XIV веке, а вот системной становится во времена барокко, во времена Людовика XIV, короля солнца, когда сама трапеза превращается в действо. Десерты сегодня – это маленькие произведения искусства. Вот они настолько красивые иногда, что откусывать, вообще есть их жалко просто. Вот что делать? Как запечатлеть момент? Собраться, собраться силами и съесть, но наша культура – это культура, которая фиксирует любой момент. Поэтому я бы предложила сфотографировать, оставить на память, поделиться с друзьями в социальных сетях и потом есть. Кто из знаменитых людей был сладкоежкой? Можете назвать кого-нибудь? Конечно, конечно. Пушкин безмерно любил крыжовенное варенье, а Гоголь был страстным, вот просто невероятным поклонником сладостей. Говорят, что Толстой складывал сладости возле того места, где работал. Многие вдохновлялись, ну вот трудно назвать это сладким, но тем не менее, это все-таки фрукты. Шиллер вдохновлялся ароматом слегка подпорченных яблок для того, чтобы порождать свои произведения. В современном меню почти исчезли вот такие русские национальные сладости. Вот почти нет ватрушек, каких-то блинчиков, пряников, коврижек. Почему? Их разлюбили, что ли, люди? Конечно, национальные предпочтения есть. Но мы сейчас живем во время колоссального разнообразия. Вот просто колоссального. Из-за этого пряники, возможно, теряются на фоне макаронцев, эклеров и бланманже. Кстати, бланманже в жизни зашибись интересная история. Расскажите, расскажите. Да, один из очень французских десертов, который полюбился русским, и вы можете встретить не один раз упоминание о бланманже у Пушкина. Это десерт, который делают из миндального молока. В оригинальном рецепте даже добавляют туда курицу. Бланманже – это белая, да, белая еда. И она имела значение еще и социальная. Это еда аристократов. И от бланманже тогда плавно перейдем. Вот сейчас действительно очень большое разнообразие. А есть что-то такое недоступное, может быть, очень дорогое? Вот какие-то такие десерты, которые еще надо добыть? Да, да, надо добыть. Эти десерты сложные. Там две причины есть. Это крайняя редкость ингредиентов. Например, трюфели. Она делает автоматически этот десерт крайне дорогим. Но есть еще один способ сделать десерт беспредельно дорогим. И кондитеры этим рецептом пользуются. Можно добавить туда золото, драгоценные камни. И цена некоторых тортов, где используются бриллианты, листовое золото. Ну, бриллианты, конечно, несъедобные. Она достигает, вы не поверите, миллионов долларов. Золото вкусное? А, вес вкусное, да. В принципе, можно полизать кольцо, я думаю. Но пищевое золото, оно не обладает каким-то вкусом. Оно не повредит вам совершенно точно, но добавит сияние. Вашим глазам. Золото в торты не добавляет омский кондитер Наталья Витковская. Зато в ее рецептах есть иранская фисташка и сыр с плесенью. 1 февраля все кондитеры разных стран представляли новинки меню. Покажите или расскажите, что нового есть у вас, над чем трудитесь. Сейчас у нас новинка – это грушевый пирог. Каждую среду мы делаем день пирога, именно грушевого пирога. Также мы хотим вести завтраки, начнем с сырников. И, конечно же, наверное, сейчас уже входит популярность – это ПП, веган. Очень модно сейчас ПП, заменяют сахар, заменяют муку. Как вы считаете, бузное? Сейчас отношусь с пониманием. Раньше у меня прям, то есть я категорично была против этого, потому что я считала, что настоящий вкусный десерт – это, естественно, там будет сахар, потому что это десерт, там будет шоколад. Но сейчас очень много всего, чем это можно заменить. Это дорогие реальные компоненты. И я всеми руками за, потому что очень много спортсменов, которые следят за фигурой своей. И мне хочется подумать, конечно, тоже о них. Ну, как раз вот сейчас торт мы делаем – маракуйя горгонзола. Для меня необычный ингредиент – это, конечно, сыр с плесенью в десерте. А так, чтобы… Ну, фисташка у нас иранская. То есть бывает фисташка просто обычная, да. У нас иранская изгрудная фисташка, которая стоит 4 тысячи рублей за килограмм. Очень вкусная, ароматная. Есть ли мода на кондитерские изделия? Вот амичи приходят к вам в кондитерскую, что чаще всего заказывают? Чаще всего это меренговый рулет, но самый популярный. Сейчас он, в принципе, реально самый популярный. Сейчас у нас в кондитерских много кто его делает. Разные совершенно вкусы. Вот. У нас только один вкус. Вот, как я уже говорила, малина-фисташка. Наталья, у вас работа нервная? Вы вообще стресс заедаете? Вам сладкое не надоело? Я сладкоежка. Я ем каждый день обязательно. Но я могу заесть, конечно, свои нервы. Но не так, что именно я заедаю. Вот, потому что я нервничаю, я заедаю. Нет. Я просто каждый день их ем. Нервничаю, не нервничаю. Но я каждый день обязательно ем десер какой-то. Спасибо, что пришли сегодня на очень интересную, объемную выставку работ художников-прохиндеев, конъюнктурщиков и спекулянтов. Те люди, которые сегодня участвуют в выставке, те художники, которые принесли свои работы, у них оказалось достаточно самоиронии и смелости признать, что они в какие-то периоды, иногда или, может быть, часто, встают на путь компромиссов, конъюнктуры и спекуляций. Каждый художник является профиндеем. Это у меня сомнений никаких не вызывает. Некоторые работы мне крайне глубоко запали в душу. Например, мы сейчас стоим около одной из них. Это работа Евгения Бойченко. Это квадрат, который был покрашен золотой краской. И я, как художник сам, могу сказать, что я обожаю партиципаторные практики. Это такие практики, где задействован зритель непосредственно. Работа Евгения Бойченко одна из них, когда зритель берет монету в данном случае, либо какой-то твердый предмет, и удаляет золотую краску с холста. Каждый шкребок по этому полотну создает итоговую финальную работу, где мы видим идею и художника, и зрителя, который работал вместе с ним. Я, как настоящий прохиндей, ищу только выгоду. Хочу продать работу. Вот, пожалуйста, посмотрите, дорогие зрители. Может быть, вам что-то понравилось. Пишите, звоните. Очень много работ. Самых разношерстных, из разных городов. И с Омска много художников. Самых разных техник, самых разных объектов, картин. И все. Куча. Куча всего интересного. У природы нет плохой породы. Главное желание хозяина сделать из своего домашнего питомца верного друга и послушного компаньона. Здесь даже шпиц по кличке Пушкин выполняет команды и, как заправская ищейка, берет след и находит пропажу. Должна же собака что-то делать. Не просто же дома сидеть и тявкать. Да? Скажи, хочу быть полезным. Обществу и маме. Приятно, когда собака управляемая. Даже вот по соседям они все не понимают, как я столько времени езжу постоянно на тренировки. Даже сейчас, находясь в декрете, я не могу даже в магазин выйти. Но на тренировки молодец. С Пушей я выхожу. Собаки – животные социальные. И дрессировка – очень важный аспект в их жизни. Благодаря тренировкам животные не просто учатся определенным командам и трюкам. Они также развивают навыки взаимодействия с миром, другими собаками и людьми. Многие забывают, что собака – это очень интеллектуальное животное. Она уже много-много лет с человеком живет рука об руку. И для того, чтобы ваша собака стала вам другом, ее тоже надо умственно нагружать. Вся ваша жизнь с собакой – это занятие. То есть, если вы хотите, чтобы у вас была дружба, взаимопонимание, то, конечно, выходя на каждую прогулку, по сути, вы выходите на такое маленькое занятие. У служебных собак все иначе. Их начинают тренировать с шести месяцев, а занятия длятся не менее трех-четырех часов в день. Также, чтобы собаку взяли на работу, она должна обладать устойчивой психикой и терпением к внешним раздражителям. У нас, так как идет служба служебная, то у нас идет именно специализированная дрессировка. То есть, мы учим собак специализированно на поиск взрывчатых веществ, наркотических веществ. То есть, в домашних условиях обычным людям, ну, это сложно сделать, да и ни к чему. На попечении у Николая две собаки. Первая — овчарка по имени Сказка, служит с ним уже 10 лет и совсем скоро отправится на пенсию. Вторая собака — Гоша, и он только учится находить взрывчатые вещества. Эта порода — Эрдель Терьер. Она была выведена в Англии для охоты. Все собаки разные. Допустим, как я вот занимался со сказками, то с ним уже такая методика не приходит. То есть, он таких результатов не дает. Приходилось думать, искать другие методы дрессировки. Он выбирает, знаете, как бы так сказать, так как он охотник, и инстинкт добычи у него сохранился. И я вот поощряю его шкуркой. Шкуркой животного. Я достаю, ему это интересно, он считает, что это как-то цель его, и он вот за ней охотится. Специалисты уверяют, дрессировке поддается любая собака вне зависимости от возраста и темперамента. В Омске более 20 кинологических центров готовы принять на перевоспитание даже самых вредных непосед. Главное — запастись терпением и относиться к урокам как к игре. Пусть сложной, но зато интересной как для питомца, так и для хозяина. В этом брусочке сложно разглядеть золото. Прежде чем превратиться в сверкающее украшение, металл в буквальном смысле пройдет через огонь, воду и железные тиски. С легкой, но твердой руки ювелиров неприглядный кусок металла, пусть и драгоценного, превращается в изящное кольцо, цепь или браслет. Среди ювелиров есть примета. Если заказчик пришел в плохом настроении, то и выбор модели затянется, и работа не сложится. Но эти мастера ко всему привыкли. У тех, кто работает с золотом, стальные нервы. Талант нужен определенный, усидчивость, стремление что-то такое сделать, скажем так. Потому что, допустим, я люблю делать филигранные работы, где тоненькие проволочки, нужно собирать прямо. Ее ставишь, она падает, ставишь, она падает. И вот так может продолжаться два часа. Пытаешься составить элементарную щицу, а она рассыпается. И вот чтобы не сорваться, нужно терпение прямо ангельское. Чем чаще золото переплавляют, тем меньше в нем остается примесей меди и серебра. И тем выше становится проба. Поэтому, если подаренное близкими украшение вдруг оказалось мало или просто не пришлось по вкусу, то без сомнений отправляйтесь в ювелирную мастерскую. В Омске вообще ювелиров очень много. Есть шутка такая, что Омск – это город парикмахеров и ювелиров. Поначалу, конечно, страшно было. Допустим, как все начинало учиться на серебре первый год, что-то золото делать прямо и страшно было. Что там сейчас идут же потери при работе, но страшно, что вот угоришь сейчас. Не то, что не заплатят, поскольку ты учишься, ты еще сам заплатишь, потому что тебе металл-то выдан, все по весу ты его отдаешь, обратно по весу точно так же. Если на крупных ювелирных заводах над производством одного изделия трудятся десятки человек, то в таких маленьких мастерских всю работу от переплавки до финальной шлифовки выполняет один человек. Задача мастера, который работает на заказ, непростая – помочь клиенту с выбором и сделать украшение мечты, которое будет радовать его еще десятки лет. Самые требовательные заказчики – члены семьи. Любой праздник – подарок один, что-нибудь золотяшка какая-нибудь. У меня две дочки, жена как бы. У жены по два комплекта, она каждый палец ноги, колец и сережек. Конечно, уже столько лет, каждый праздник что-то даришь. Дочки подрастают, тоже уже хотят чего-нибудь. Уже папа, 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 папа. Ну, здравствуй. Надо колечко, надо сережки. Сами ювелиры редко покупают украшения. Профессиональный взгляд часто находит в магазинных изделиях недостатки. Но именно это и заставляет каждый день совершенствоваться самому. Осваивать новые техники плетения и гравировки. Ведь если ювелир считает, что сделал что-то недостаточно хорошо, то в следующий раз обязательно сделает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok